ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите мне, вы все ходите в лес за грибами? Любите это дело? И запретить мы вам этого не можем? Запретить ходить за грибами полицейские действительно не могут. А вот напомнить элементарные правила безопасности в лесу вполне уместно. В Одинцовском округе, как и в любом другом уголке нашей страны, обстановка с пропажей людей не чрезвычайная. Но случается всякое, и чтобы таких ситуаций вовсе не было, поисковики проводят профилактические встречи. Бывает, что в день по несколько человек одновременно у нас теряются в разных точках Одинцовского района, и одновременно занимаемся поисками нескольких людей. Поэтому понедельник, вторник и среда – это затишье. Начиная уже с четверга, каждый день по несколько человек – это прям уже как правило. Сегодня полицейские и поисковики ведут профилактическую беседу. С членами активного долголетия. Именно люди пожилого возраста, чаще остальных, проводят время в лесу, любят ходить за грибами, гулять с внуками. У нас было, наверное, человека три. Мы как-то так за грибами пошли и потерялись. И уже не знаем, куда идти. Очень долго. Вот мы, как правило, очень много грибов, когда теряешься. Идешь и смотришь, уже класть некуда. Ну что, походили, походили где-то там часик, может полтора. Все-таки вышли к своим. Услышали голоса. Конечно, если солнечная погода, то я смотрю на солнце, куда оно светит. В спину мне или сбоку. И уже в обратную сторону я, соответственно, меняю вот это направление и выхожу. Собираясь в лес, позаботьтесь о безопасности. Первым делом сообщите близким, куда именно вы идете. Тогда, если заблудитесь, искать вас будет проще. С собой на прогулку необходимо взять воду, еду, теплые вещи, полностью заряженный телефон. Он будет работать, даже если не будет связи. Звонить нужно не родственникам, а по номеру 112. Кроме полицейских, о правилах безопасности в этот день рассказали добровольцы поисково-спасательного отряда. Одевайтесь ярко, потому что в этом случае вас будут в лесу видно, заметно и проще найти в случае какой-то непредвиденной ситуации. Возьмите свисток, если голос сорвете, можно будет свистеть, отвечать. И главное, когда вы пошли в лес, если все-таки вы по какой-то причине не смогли выйти сами, не паникуйте, звоните 112, никуда не ходите. Следуйте просто указаниям оператора, с которым вас соединят. Этот оператор постарается вас локализовать и даст вам точные инструкции, что делать. Если вы заблудились, а телефона нет, оставайтесь на месте. Но угад выбирать направление – это заблудиться еще больше. Найдите поляну, разведите костер и готовьтесь к ночлегу. Родственники начнут поиски и вас обязательно спасут. Артена Урумбаева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.